Приглушённый свет создавал на мероприятии ко Всемирному дню арабского языка таинственную атмосферу Востока. Сегодня на арабском языке говорит более 400 миллионов человек. В Молодёжном библиотечно-информационном центре состоялся вечер путешествия под красивым названием «Дни письма, которые пишет время». Гости смогли окунуться в колоритную и красочную арабскую атмосферу. Первый раз в нашем городе мы решили тоже посвятить этому событию большое мероприятие. Так как у нас отдел иностранной литературы, мы же не можем ограничиваться языками общеизвестными, как европейскими. Тем более сегодня наши люди много путешествуют в арабские страны. И мы не совсем знаем обычаи этих стран. Как вести себя в них, что можно делать, что нельзя. Многие вопросы, я думаю, что после сегодняшнего вечера разрешатся, и наши люди будут чувствовать себя более уверенно. Зрители путешествовали по Египту, Ираку и Сирии, узнали про культуру Востока, обычаи, традиции, праздники, познакомились с религией и историей арабского народа. Неожиданным подарком для гостей стала живая арабская речь относителя языка Ахмеда. Мужчина преподает арабский язык, и его ученик Михаил показал свои знания. Яркой изюминкой мероприятия были восточные танцы от творческого коллектива. На вечере была представлена имени-выставка, на которой можно было увидеть характерные для Востока вещи. Лампа Аладдина, Коран, Шимах или Арафатка – книги на арабском языке. В конце вечера зрители приняли участие в викторине и получили призы. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.